Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания Святаго Апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил Аполлос, плевал, но возрастил Бог. Такие первые шесть стихов в третьей главе. Павел возвращается к той теме, о которой он уже говорил в первой главе, что между христианами, вообще не коринфской, начались споры. Каждый начал возвышаться друг на другом. Одни говорили «меня крестил более известный священник», другие говорили «а меня еще более популярный священник», третьи говорили «а меня более духовный», а четвертые говорили «а я вообще крещен так, что только Христос для меня один закон, а все остальные старцы и прочие, чем вы бы хваляетесь, мне не нужны». Мы видим, что апостол Павел называет такие споры, разногласия и распри и определяет таких людей, как плотские. Он говорит, если между вами такие идут рассуждения, кто из вас главнее, кто популярнее, известнее, знаменитее, те люди, которых вы почитаете и от которых вы приняли крещение, или которых вы избираете себя для слушания, только их и только их и более никого, как некую последнюю инстанцию истины, то апостол Павел предупреждает, говорит, что вы, плотские люди, и с вами, что интересно, и самое главное, невозможно говорить, в общем-то, о спасении. Такой человек, увлекшись мудростью, даже какой бы высоты популярности этот человек не достигал, или авторитета в церковном обществе, увлекшись им, такой человек становится не способен воспринимать то, что о Слово Божие, потому что часто авторитет, просто авторитет человеческий, затмевает истину Божию. Сказано, проклят всяк, надеющийся на человека. Поэтому говорить о том, кто чей и каков, не что иное, как человек плотской, кто так рассуждает. Поэтому апостол тут и так и пишет, что я вас кормлю теперь молоком, и твердую пищу для вас преподать не могу, потому что между вами идут такие разногласия. Да, в этом пишет святитель Амбросий Медиаланский, следующая цитата. Павел Плотскими, которых уже окрестил и Дух Святой, приняли. Но по крещении сразу обратились к прежнему человеку, от которого было отказались. Дух же Святой сохраняется в том, в кого вошел, если остается человек тверд в чем? Не в том, кто его крестил, кто у него духовник, а в том человеке, кто тверд в убеждениях своего второго рождения. А если и отступает в чем-то временно, то он возвращает Дух через покаяние. Ибо всегда духовный человек готов к добру, всегда готов и к искреннему покаянию. Вот на что надо обращать внимание, вот к чему стремиться. Обновляться умом, обновляться и внутренним своим состоянием, и сердцем, и своей волею. Черпать божественное откровение и наставление у Отцов Церкви из Священного Писания. Все это сопрягая, сопоставляя с сегодняшней жизнью, принимая те или иные решения, как мне поступить. Кто-то может сказать, ну а разве плохо обратиться к человеку за советом или к священнику? Хорошо, но нельзя делать так, как делают некоторые, когда, если эти люди не удовлетворяют их слуху или нестят их слуху, они начинают бегать к другому, лишь бы найти только то, чего они хотели найти. Например, я помню, как рассказывал один священник, что к нему пришла одна благочестивая раба Божия и спрашивает, батюшка, продавать мне свою дачу или не продавать? А сама она задумывала, продать надо. А батюшка говорит, да ты чего, мать, 90-е, не продавай, где ты жить будешь? А мало ли что. А так это твой угол, приедешь на дачу, уже года идут к закату, будешь жить, картошечку выращивать там. Она говорит, ой, нет, батюшка какой-то не то, я вот уже, надо продать не то благословение. Побежала к другому. Говорит, батюшка, продавать, не продавать? Он говорит, ну, мать, ты смотри сама, это же не мое имущество, хочешь продавай, хочешь не продавай. Ну, какой-то батюшка неконкретный, да, не может четко ответить, что делать. Побежала к третьему, батюшка, мне его продавать, не продавать? Он говорит, да продавай, мать, что? О, вот мой батюшка, который хороший, да, вот это пойдет. То есть, зачем бегала, чего тогда искала? Этому так и пишет апостол, что не надо искать того, кто Аполлосов, кто там лучше, хуже, какие даст наставления. Нужно искать нам что? Покаяние. Да, это состояние души. Покаяние — это не просто какой-то одноразовый акт. Об этом много уже говорилось, и также пишет об этом святитель Амбросьмин Яланский. Итак, неготовность, действительно, как пишет святитель Иоанн Златоуст, неготовность принять то, что от Бога, а вечный какой-то поиск своего. Далее мы видим с вами, как пишет апостол в 5-6 стихе, кто Павел, кто Аполлос. Действительно, он как бы о себе говорит о том, а кто я такой? Аполлос — известный проповедник, который наставили некогда. Помните, в книге «Деяния апостолов» наставили его, поправили в вопросах истины, и далее он проповедовал. Но он говорит, несмотря на то, кто они такие, кто такой я? Они только служители, только лишь служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, говорит, Аполлос поливал, но возрастил все Бог. И далее продолжает. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог. Возвращающий, взращивающий. Или, как здесь сказано, возвращающий. И далее продолжает в 8-м стихе. «Насаждающий и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду». И вот очень важный 9-й стих. Апостол пишет, мы сработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Здесь апостол Павел, говоря эти слова, он очень аккуратно подходит к важной такой теме. Он говорит о том, что те, кто из вас там хочет, как он об этом говорит и в других посланиях, хочет быть первым, да будет последним. Он фактически повторяет слова Спасителя. То есть дает Коринфянам и влагает в их уши и в их ум, что не для этого создана Церковь, чтобы там создана Церковь здесь Спасителем на земле, чтобы люди властвовали над собой. Ведь сам друг над другом. Ведь на самом деле, смотрите, сам Спаситель. Ведь же это интересно. Всегда обращаться к образу Христа. Он приходит не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. Но это же такая истина, настолько, наверное, понятная, настолько, наверное, известная всем нам. Но что интересно происходит с нами, что мы делаем все по-другому. Каждый как бы ищет первенство, кто из них Аполлос, кто Павел. Мы вот здесь главные, а вы все подчиненные. Никто, конечно, не отменял иерархию в Церкви. Но, тем не менее, нужно помнить, как об этом сказано в Священном Писании. Если хочешь быть первым, будь всем слугой, как говорит Спаситель. То есть мы называем и священнослужителей, и церковнослужителей. Вот я церковнослужитель. Я и называюсь церковнослужитель. То есть для того, чтобы служить Церкви. А Церковь что такое? Храм, что ли? Или бревна, или штукатурка? Церковь — это люди. Значит, я как человек, по милости Божией, призван служить людям. Вот первое и главное, для чего в Церкви существуют какие-то степени иерархии, учительства, церковного служения и прочее. А это коринфяне не хотели понимать. Они хотели все устраивать в своей церкви, которую основал там апостол Павел, по светскому принципу. Я главный, служите мне. Вот мои туфли и прочие вещи. Чистите, стирайте, служите. А все на самом деле должно быть наоборот. И апостол Павел это стремится мы объяснить. Я под данным, мне говорит, от Бога благодати, как мудрый строитель, только лишь положил основание. Другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Очень важное замечание и очень важный текст, что никто не может устроить на земле здесь какую-то другую церковь. Только сам Христос является основанием и основателем церкви на земле. Никто, говорит, не может положить другого основания. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, говорит о судном дне. Потому что в огне открываются, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Очень важный 15 стих, и нам его необходимо рассмотреть подробно. Что значит, сам спасется как бы из огня. И что значит, у кого-то дело сгорит, не сгорит. Что означают эти предметы и металлы, которые здесь золото, серебро и прочее, солома и дерево. Вот свидетель Амрус Медиаланский пишет, «Когда не найдено будет никаких грязных примесей и лжеучений, как в добром золоте, то будет подобен трем братьям в раскаленной огнем печи. И тому суждено получить в награду жизнь вечную во славе». Действительно, многие отцы, действительно, Златоуста в этом пишут и говорят о том, что как золото, оно только переплавляет, становится более чистым, и всякая примесь отпадает, даже мельчайшее, так и серебро. И в огне оно очищается. А этот огонь есть не что иное, как суд Божий. Далее, 15 стих. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». То есть дело сгорит. Под этим делом, которым суждено сгореть, нужно разуметь христианство без смирения, без самоотречения, без личного общения со Христом. «Если нет смирения и самоотречения, то, к чему призывает Спаситель, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, то наше христианство, оно только по названию, но не по делу». То есть христианство получается как бы «де юре», но не «де факто», если хотите. Оно исключительно основано на временном возбуждении чувства, например, может быть, речью пастыря, и не обновляет ни ума, ни воли слушателей. Поэтому потерпит урон работа такого пастыря, который заботится только о внешнем успехе, и христианина тоже, будет признано бесполезной. И сам он будет обойден наградой, которой удостоится пастыре противоположного направления. И вот эти слова, впрочем, «сам спасется», что они значат? Святитель Анзлатоуст пишет и другие древние толкователи, что слово «спасется» нужно читать «сохраниться». И действительно, слово «спасать» здесь стоит «созин», греческое слово «созин». Оно и действительно означает «сохраниться» или «удержиться». То есть сам человек сохранится, где сохранится? В аду. Почему так? Ну, потому что он как сущность природы человека, она неубиваема. Вот все мы с вами так или иначе воскреснем в последний день. Когда Господь придет, восстанет из гробов кто? И грешники, и праведники. Но грешники пойдут куда? В огонь вечный, а праведники будут призваны к Богу в небесное царство. Поэтому человек по природе своей неубиваем. То есть не может сущность человека куда-то пропасть в никуда, в небытие. Но если мы будем думать так, что может пропасть куда-то в небытие, то мы станем буддистами, достигшими состояния, да, самадхи и нирваны. Вот это именно состояние того, что вот в никуда исчезли, и все. Это буддизм. Поэтому здесь сказано, что каждый сохранится и будет для чего? Для того, что он сам избрал. Для вечного пребывания с тем, кого он здесь избрал в этой жизни, с тем он и будет пребывать в жизни вечной. Поэтому человек не исчезает в никуда. В какое-то состояние такое, что вот исчез и все. И в этом смысле апостол здесь и говорит, сам, впрочем, сохранится. Итак, действительно, наконец, выражение огнем, выражение огнем, не одно и то же с выражением в огне. Диа. Перус и диа перри. Это разное понимание. В огне будет действительно энпери, а диа перис будет огнем. То есть, не одно и то же с этим выражением. Поэтому всего лучше это выражение будет звучать так. Впрочем, сам понимать так. Пастырь или проповедник, строящий здание церкви на едином для всех церковном основании Христе, но употребляющий для этой постройки негодные материалы, не будет. На последнем суде осужден Христом, но зато ему предстоит самому видеть, как негодные те средства, какими он пользовался для построения церкви. Они не нужны. Он увидит, что его духовные чадо, здесь вот говорится и о пастырях нерадевших, о пасомах, что его духовные чадо не в состоянии выдержать последнего испытания на суде Христовом. И его совесть скажет ему, что это именно он виновник их погибели. Огонь, так сказать, пройдет тогда по костям его. Какими глазами он взглянет на нелицеприятного судью? Мы знаем, что в католическом толковании здесь есть указание на так называемое чистилище, якобы, что вот через огонь чистилище пройдет, в котором души умерших очищаются от грехов, неочищенных во время земной жизни. Но такому толкованию противоречит следующее обстоятельство. Первое. Огонь, как и строение, суть только образа. Огонь и строение, суть только образа. Второе. Здесь речь идет не только о проповедниках или пастырях, а здесь речь идет, в общем, да, правильно будет так, здесь речь идет только о проповедниках и пастырях. Сказано, кому много дано, с того многое спросится. Поэтому апостол здесь обращается именно к пастырям, которые руководили здесь общиной Коринфской. Мы видим это из контекста. Поэтому огонь, и здесь речь идет только о проповедниках и пастырях, а не просто о обычных христианах. Третье. Испытание огнем не есть очищение. Сказано, испытан будет огнем, но не очищен. Четвертое. Этот огонь зажжется только при втором пришествии Христа. А чистилищный огонь, как учат католики, горит и теперь. Есть несоответствие. Пятое. Спасение работника совершается через огонь. А как правильно переведено по-русски, не через огонь, а из огня. Нередко ремокатолики говорят, что учение о чистилище есть просто некий западный вариант учения о мытарствах. То же самое, что есть и у нас. И наши некоторые симпатизирующие католикам говорят, что это одно и то же. Но в самом деле не так. Несмотря на определенное внешнее сходство, это не так. Посмотрим более подробно и кратко. Во-первых, учение о мытарствах в православии, в отличие от учения о чистилище у католиков, не догматизировано. У нас нет догмата о мытарствах. У католиков это догмат. Во-вторых, по католическому учению пребывание души в чистилище может продолжаться вплоть до страшного суда. Тогда как, согласно православному преданию, прохождение мытарств совершается в течение первых сорока дней по смерти человека. В-третьих, учение о мытарствах не связано с представлением о принесении некого удовлетворения Богу. А в католическом понимании это некое удовлетворение Богу, чистилище. То есть, ты что-то сделал не так, должен помучиться. Поэтому, проходя мытарство, человек приводится к осознанию своего действенного нравственного состояния, итогов своего жизненного пути. Таким образом, мытарство — это образное представление частного суда, а не место наказания. Вот так, если кратко, необходимо рассмотреть этот текст, чтобы не было у нас в этом вопросе никаких сомнений и заблуждений. Далее апостол Павел продолжает. «Разве не знаете, что вы, — 16 стих, — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Вот это нам очень важно не забывать. Хорошо ли строить дом Божий, храм Божий? Конечно. Но надо понимать, что храмом, стенами и помещением человек не спасается. Человек спасается покаянием. И этот храм человеку апостол Павел, говорит здесь, и в Каринской церкви предупреждает, о том, что его необходимо выстраивать внутри себя. И здесь нужны другие материалы и другие средства. Не бревна, не фундамент, не цемент, не кирпичи, не металл, не арматура, а смирение, кротость, покаяние, пост, молитва, добрые дела и прочие доброделания, которые и условия, причастие, исповедь, все, что есть, и дано Христом, и заповедано для устроения царства внутри себя. Поэтому Христос так и говорил, царствие Божие внутри вас есть. И в этом смысле, я не хотел бы нападать здесь на храм строительства или еще что-то такое, но в этом смысле просто хочу сказать, не надо увлекаться внешними какими-то построениями в этой жизни и забывать о самом главном, что самое дорогое в этой жизни в глазах Бога — это наша бессмертная душа. Вот этого забывать не стоит. И перекос этот делать, да, и в наших проповедях, и в наших выступлениях, кто занимается духовным просвечением, нельзя. Хорошо ли, да, то хорошо, но это главное, а то уже второе. А иначе мы с вами превратимся в иудеев. Это иудеи не могли, не видели спасения вне храма, да, потому что, ну, это естественно, это правильно, там сказать нельзя ничего, потому что именно в храме совершалась жертва, и там совершается очищение. А храма нет, святых нет, а где жертвы приносить, да, и для них была там целая проблема. Поэтому никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Действительно, мудрость века сего, она не смогла познать Господа и Спасителя Иисуса Христа своей мудростью, потому как Христос познается вне мудровании, а в состоянии покаяния. Это единственное условие, которое может дать возможность человеку принять Спасителя и принять все слова Священного Писания. Без этого состояния невозможно принять сверхъестественное откровение Божие. Просто не то, что Бог не хочет, а почему невозможно? Потому что человек переполнен своей самостью. А где человек переполняется этой самостью, там просто нет места Христу. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. И действительно, как мы с вами исследовали книгу «При мудрости Соломона», притча Соломона, где он говорит «суета сует и томление духа». И как апостол Иаков пишет, что есть человек и жизнь его, она как пара на время приходящая и улетающая. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Видите, опять апостол Павел возвращается к этой теме и говорит «никто не хвались людьми». С кем ты рукополагался, кто тебя возвел, кто твой духовник и прочие вещи. Не надо хвалиться людьми. Можно говорить об этих людях с уважением, конечно, но не надо делать этого перекоса. Вот о чем предупреждает апостол Павел, потому что он говорит «из-за этого у вас происходит распри». Вы начинаете возвеличиваться, что я вот того-то ученик, а я вот того-то секретарь и прочие вещи. И далее, как заключает здесь апостол Павел, 22 и 23 стихом. «Павел ли или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». То есть мы видим, что здесь апостол Павел направляет взгляд всей коринфской общины, на кого необходимо взирать. Именно на Спасителя, на Его крестную жертву. Уважать наставников апостол Павел. И об этом дальше скажет во всех посланиях. Он говорит, послание к евреям вспомните. Взирая на кончину, он говорит, поминайте наставников ваших, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так ведь да. Но когда есть вот этот перекос, то есть люди начинают бегать за, да, не давать дороги, там, проходящему человеку. Я вот никогда не забуду, хотел бы сказать, а нет, ну скажу. Не забуду эту историю, как Царствие Небесное, отец Дмитрий Смирнов, это было при мне, это видел. Прямо я так однажды зашел к нему в храм, мне уж не помню, что-то надо было передать. По-моему, отца Олега Стеняева, тогда еще в 2000 году, в 2001 где-то, какие-то бумаги, что-то с Традио Радонежем было связано. И меня отец Олег попросил, я поехал, батюшка служил, я на службу постоял, после службы вышел, а за ним бегала такая одна там раба Божия, я не буду называть ее имя, хотя бы помню. Она все время вот она бегала, бегала, батюшка, батюшка, вот так вот, нигде не давала ему прохода. Он говорит, слушай, ну иди, подожди, сейчас мне тут еще с людьми, я к тебе подойду. Нет, она вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот так, и везде к нему, к нему, к нему. Он вышел, а дождь прошел, сильный такой, по-моему, лето было, такой ливень прям. Батюшка так говорит, ладно, но теперь пойдем, я тебе уделю время. Он вышел из храма, взял ее на руки, все так люди так, посмотри, ничего себе. Подошел к самой огромной луже, которая была там, и посадил ее туда. Да, это такой был, преподан, наверное, такой мягкий урок отцом Дмитрием, что не стоит так слишком привязываться к человеку, чтобы как-то отрезвить, что мы все люди. А как апостол Павел говорит, вы же Христовы, а Христос Божий. Будем помнить об этом. Продолжение следует...